К моменту нашего приезда у дома уже стояли две полицейские машины. Сотрудники выводили главного возрудителя вечернего спокойствия, старшего сына семьи Абрамян, для дачи пояснений в райотдел. В самой же квартире, шумной, как утверждают соседи семьи, следователи и эксперты неспешно изучали место происшествия. Именно в этой комнате произошла драка между братьями. Младший заступился за мать. В ход пошел тренажер Эспандер, который полиция приобщила к вещдокам. Это не первый раз. И вот этот тренажер, который лежит, лежит он, сфотографировали, пожалуйста, снимите. Вот этим тренажером он постоянно как взял и начал все говорить, стройтесь, буду всех убивать. И ребенка в том числе, которого он ненавидит, и ее, кто она такая, и меня. А меня ударил, я упала и сломала руку. Я между скандалом сыном старшим и мамой всунул, чтобы он ее не убил. Он мне взял вот этой штукой тренажером Эспандером. Развалил мне голову. Ну, снять, показать. Я хочу снять, потому что мне в еврейской отказали в медицинской помощи, потому что надо чихвостить. А у меня этих денег нет. Реально я пешком оттуда пришел. Семья, мать, младший сын, его жена и ребенок в один голос говорят, что старший сын их просто ненавидит и постоянно провоцирует конфликты. Я просила, пожалуйста, прими, сделай анализ на психушку, иди в психушку, помогут тебе. Нет, мы не идем, я нормальный. И человек, который просто на ровном месте, начинает все громить, все бомбить, всех уничтожать. Конечно, когда он начал бить, младший защитил меня. Девятое, десятое ребро сломано было до этого. Вот шрама два. Нанчаками развалил мне голову. Это нанчаками, видно, да? Вот, видите, шрам. Зашивали голову. Это нанчаками. А это девятое, десятое ребро с коленом меня уволил. У нас не получается наладить отношения. Он тупо говорит, идем драться. У него 10 лет тайбокса за спиной, 2-15 ростом. Может посреди улицы мне ударить, идем без свидетелей, отвезти в сторону. Чем занимается их 35-летний родственник, в семье никто не знает. Но говорят, что одна из причин неадекватного поведения мужчины – требование купить ему отдельную квартиру, которую выполнить никто не в состоянии. В полиции сообщили, что по факту драки задержанных не было. Виновника доставили в райотдел для пояснений. Сейчас правоохранители дают правовую оценку случившемуся. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 173 со значком 2 Кодекса об административных правонарушениях и привлечения к ответственности, а именно общественной работы от 30 до 40 часов или админарест. Родные уверены, что никакая разъяснительная работа, штраф и админарест не наладят взаимопонимание в семье и опасаются, что следующим результатом ссоры может стать чья-то смерть. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.